Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аркелян, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моем канале. И сегодня я снимаю новое видео, как вы, возможно, хоть чуть-чуть поняли по названию. О пополнении в семье! Да, у меня появился домашний питомец. Причем появился внезапно, супер-мега-неожиданно, и это видео совершенно внеплановое. Но я хочу сделать его максимально домашним. Именно поэтому я прямо сейчас перед вами сижу совершенно без косметики, в такой почти домашней одежде. Просто хочу передать вам эту атмосферу, передать свои эмоции, поэтому присаживайтесь поудобнее. Сегодня я вам расскажу, что это за такое вообще пополнение в семье, кто появился у меня, какой домашний питомец, откуда, как, вообще, зачем и почему. Все подробности я вам расскажу в этом видео, потому что вы моя семья, и я хочу, чтобы вы знали вообще, что происходит у меня в жизни. Запасайтесь печеньками, вкусным чаем. Сегодня вы узнаете все о том, кто у меня появился в семье. Ставим лайки, подписываемся на мой канал, если же вы до сих пор этого не сделали, потому что не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного и будете натыкаться на мои видео еще не один раз. Нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои ролики первыми. Не пропускать премьеры, потому что скоро контент будет все лучше, лучше, лучше и лучше. Я для вас очень стараюсь. Но я желаю вам приятного просмотра. Я знаю, как вы не любите долгие вступления. Сейчас я вам расскажу всю историю от начала и до самого конца. Итак, в нашей семье пополнение. Мы можем начинать. Поехали! Начинаю, пожалуй, эту историю с того, что попрошу вас, если вам не сложно, после просмотра этого видео или перед просмотром этого видео посмотреть ролик. По ссылке ниже в описании или прямо сейчас вылезла подсказка, где я дарю своей родной сестре Полине хомячка. И в этом видео я вам рассказала в подробностях историю, почему я решила подарить хомяка. Вообще, у нас с семьей были договоренности с папой, с мамой, что у нас не появляются хомяки. Да-да, хомяки. Никакие ни черепашки, ни рыбки. Вот, у нас есть собака, нам ее достаточно. Папа у нас не любитель домашних питомцев. Ну, в плане, он их очень любит, они хорошенькие, миленькие, но боится, что будет вонять, что мы перестанем ухаживать, что постоянно будут там какие-то недопонимания, да? Да и вообще неудобно, мы постоянно то на дачу гоняем, то еще куда-то. Семья у нас в Челябинске, некому присматривать будет за питомцами. Но мы все решили, да, все окей. Моя сестра Полина уговаривала родителей около полугода просто завести какого-нибудь джунгарского хомячка или сирийского. Все-таки Полина остановилась в выборе на джунгарском хомяке. Да, вот так вот я формулирую свои мысли. Полина выбрала очень хорошенького, миленького, черненького, вот такого вот хорошенького джунгарского хомячка. И назвала она ее Шанель. Но пробыла она у нас, к сожалению, неделю. И для меня это тоже был такой небольшой переломный момент. Полина мечтала о хомяке. На даче так произошло, что хомяк просто сбежал из клетки, и у нас был открыт балкон. Ну и мы, соответственно, подумали, что хомяк убежал. Причем мы на дачу всей семьей ездим регулярно. Либо я с мамой, либо мы все вместе постоянно ночуем. У нас там ремонт скоро закончится. Мы скоро вообще будем в доме жить на постоянной основе. Мы постоянно туда приезжали практически каждые 2-3 дня. Или когда я была в доме, родители приезжали с Полиной. И никто не мог найти хомяка. Мы его искали очень долгое время. Но из-за того, что в начале, когда хомяк сбежал, в первый же день был открыт балкон, мы подумали, соответственно, что он, ну, просто убежал. Просто убежал, и все. Я, соответственно, поплакала. Полина поплакала. У нас была такая небольшая мини-истерика, потому что хомяк побыл с нами около недели. Ну и, соответственно, что происходит? Из-за чего я решила снять это видео? Полина уже все. Приехала в город. Прошло, ну, недели две. Хомяка мы так и не нашли. Хотя регулярно ездили на дачу и обыскали просто все углы. Вы не думаете, ребят, что мы опустили руки и такие, блин, ну, был открыт балкон, насрать вообще. Хомяк убежал. Нет, он просто сбежал, ребят. Но была такая ситуация, где-то через неделю мы увидели небольшие, маленькие, я дико извиняюсь, какашки. Около нашей мусорки. Ну, чтобы до мусорки добраться, нужно было открыть, ну, вот так вот ящик. Мы подумали, что хомяк пробрался туда. И, соответственно, мысли меня не покидали каждый день. Я думала, я чувствовала. Знаете, как все мои друзья говорят, аракелянская чуйка. У меня очень хорошая интуиция. Интуиция у меня вообще пипец какая офигенная, ребят. И я чувствовала, что хомяк, но он где-то на даче. Я это чувствовала. Я каждый день говорила, мам, поехали, поищем еще, посмотрим. Какашки же неспроста лежали вообще в другой стороне дома. Мы искали. Вся семья искала, так и не нашли. Полина опустила руки, постоянно чуть ли не плакала. Ну, и я и в этом видео купила сирийского хомячка. Уже не джунгарского вот такого вот маленького с горошину, а побольше сирийский хомячок, такой рыженький, Полина назвала его Джерри. А до этого джунгарского хомячка, который сбежал, звали Шанель. Это девочка. Полине я купила мальчика. Ну и, соответственно, мы приезжаем на дачу. Буквально три дня назад, я уверена, вы видели у меня в сторис, но я долго монтировала видео, Полина перешла в другую комнату из-за того, что не могла уснуть. Ну и у меня тоже была какая-то странная бессонница и очень такое странное предчувствие. Знаете, вот у людей такое бывает, когда ты сидишь и чувствуешь, либо что-то сейчас пойдет не так, либо кто-то рядом, либо вы просто чувствуете чье-то присутствие. Такое бывает у каждого человека. Я сижу, и у меня внутри такое вот прям предчувствие, что что-то произойдет, что спать мне не нужно. Я закончила монтаж ролика, поставила премьеру на ютюбе, сижу в телефоне или ставить тикток, думаю над идеями на следующий день, ну и приспичило мне пойти в туалет. Ну и что вы думаете происходит? Очень странно, это произошло буквально за одну минуту. Я выхожу из туалета, открываю дверь в свою комнату и вижу, короче, как около моей ноги под кровать вот так пролетает какое-то черное пятно. Честно, я уже не была готова к тому, что хомяк найдется. Я подумала, если честно, ребят, что я просто пнула, знаете, носки, вот когда ты их вот так вот сворачиваешь, я подумала, что ну я просто пнула или носки какие-то валялись. Прямо около моей ноги в миллиметре что-то прилетело под кровать. У меня начинается паника, и тут я резко, знаете, такой ступор 5-секундный у меня. Я такая, твою налево. И я понимаю, что хомяк нашелся. Я смотрю под кровать, свечу фонариком, потому что ночь, ничего не видно. Даже если свет включить, под кроватью ничего не видно было бы. Понимаю, что фонариком светить нельзя, но в любом случае по-другому бы я его не нашла. Прошло гребаных 14 дней! Я свечу под кровать и вижу, что хомяк там! Хомяк худой. Вся шерсть у него в каких-то липких таких штуках. Все это время мы искали мать его хомяка и не могли найти. Я бужу маму. Понимаю, что если я сейчас разбужу Полину, у нее просто истерика начнется, а потом еще бессонница, к тому же она и уснуть не могла, что ей будет не надо, на утро ей надо обо всем сказать. Я бужу маму. Понимаю, что слава богу клетка у нас осталась на даче, еда осталась, все принадлежности остались. Я бужу маму и у нас просто, ну где-то 2 часа были уловки, так сказать, хомяка. Мы пытались его поймать, но у нас не получалось. Я закрыла дверь в комнату и мы тупо, чуть ли не всю ночь пытались поймать этого хомяка. Ну это грубо говоря. Я свечу, слежу за хомяком пристально, мама пытается его поймать. Либо наоборот. Но я со своими когтями, я уверена, боялась там вообще хомяка как-то лишний раз задеть. Поэтому в тот раз боялась поймать, попросила маму. Так вот, да, ребят, хомяк нашелся худой, вся шерстка у него была в чем-то липком. Хомяк весь чуть ли не дрожал, и я понимала, что еще бы буквально 2 дня, хомяк бы просто, ну я извиняюсь, погиб бы. И все-таки хомяк где-то подъедал какую-то еду, и я так понимаю, пил воду из собачьей Милкиной миски, потому что там всегда чуть-чуть воды, или когда Мила пьет, она постоянно все вокруг расплескивает. Ну и, соответственно, мы поместили хомяка в клетку. В первые же секунды хомяк начал кушать, сразу кушать, накинулся на еду. Я ему налила воды, и он сразу давай пить воду. Понимаете, ребят, 2 недели хомячок просто шастал по дому в поисках еды, он какой-то выживший просто. Точнее, она выжившая. Ребят, для меня это было что-то такое супер необычное, но я реально не верила, что такое может быть. Я не верила, что хомяк найдется, но внутри все равно осознавала, что, ну, как бы это должно произойти. Он не мог просто вот так вот взять и убежать, но так не бывает просто. Я в такое не верю купить хомячка, ждать от родителей какого-либо разрешения, и тут оп, и хомяк просто убегает. Ну и, соответственно, я наутро сообщила Полине, сказала, Полин, все, у тебя есть сирийский хомяк, которого я тебе подарила, этот хомячок будет мой. Она говорит, Карин, хорошо, Полина поплакала, у нее была такая тоже небольшая истерика, нам обоим было безумно жалко хомячка. Сейчас у него все хорошо, но честно, ребят, я думала, что, ну, он просто умрет. Вот, я думала, что, ну, шансов уже нет, потому что, ну, хомяк был, ну, очень худой. У него не было практически сил, он еле добрался до еды. Я реально сидела, плакала, мы с мамой жалели хомячка. Я сразу всем своим друзьям рассказала, но не хотела рассказывать вам, потому что ждала момента, когда я наконец-то сниму вот подобный ролик на свой YouTube-канал. Просто, чтобы вы знали, я очень счастлива, что хомяк нашелся, и я до сих пор не могу дать ей имя. Хомяк-девочка, да, она выжила уже как две недели, а она со мной. Я не хотела снимать видео, да, чтобы в первые дни потом не накаргать, так сказать, чтобы ничего не произошло. Сейчас хомячок нормально живет, по ночам бегает, все отлично. Я на следующий день поехала с мамой и купила большую клетку хомяку, откуда он теперь точно не сбежит, еду, всякие уходовые штучки, все, что нужно для джунгарских хомячков, я прочитала в интернете. Теперь я знаю все о хомяках, но не могу дать имя. Я хочу назвать эту хомячиху, так сказать, чем-то таким, связанным с ее побегом. Ребят, две недели хомяк просто шастал по даче, как-то выживал, так сказать. Но представьте, мы собирались уехать уже с дачи, забрать милкую миску с водой, и мне кажется, что хомяк бы, ну, просто не смог бы выжить, потому что, когда мы уезжаем с дачи, мы выносим мусор, и, как бы, пробраться, что-то найти, поесть, наверное, невозможно. Я не верила в то, что хомяк выжил, но внутри я осознавала, что все-таки, что присутствует какая-то жизнь еще у нас на даче, в доме. Полина очень долго плакала, но, знаете, ребят, родители были против, но так уж и получилось, что теперь этого хомячка мы никому не отдадим. Так уж получилось, папа бы и мама в жизни бы не разрешили нам завести еще кого-то, да? Ну, раз нашелся хомяк, папа охерел, конечно, да, знатно утром, говорит, прекрасно, разрешил одного, теперь у нас два. Но так вышло, теперь у меня есть свой собственный хомячок. И вы не представляете, как я счастлива. И перед тем, как я поотвечаю на вопросы про хомячка, я расскажу вам подробности, просто скажу вам, что с детства меня очень тянет на домашних животных. Я очень люблю собак, я очень люблю хомяков, я очень чувствительная ко всему этому, и я элементарно не могу смотреть на то, как какой-то человек элементарно там, да, дергает собаку за поводок. Я до сих пор не смотрела фильм Хатика, потому что элементарно смотря триллер или трейлер, такую рекламу небольшую этого фильма, я тупо начинаю плакать. У меня, ребят, очень доброе сердце в этом плане. Я обожаю ухаживать за всеми живыми существами, но в детстве я любила, конечно, признаю там, ловить всяких божьих коровок, кузнечиков. А сейчас я насекомых капец как боюсь, ну вот, а животных просто обожаю. В первый же день я поехала и купила вот эти вот все уходовые штучки, которые нужны для хомяка. Большую охеренскую клетку, теперь у нас две клетки, у Полины в комнате сирийский хомячок рыженький. Советую вам до сих пор посмотреть это видео. Ну и у меня на столе стоит офигенская клетка, очень большая, для одного джунгарского хомячка. В детстве у меня, кстати, была такая история, я вам не рассказывала, но я купила хомячка и в этот момент начала заболевать. Мама, соответственно, подумала, что это аллергия. Я просто заболела, там, чихала, кашляла и так далее. Хомяк меня к себе не подпускал. Я пытаюсь там как-то, да, чтобы он познакомился со мной, как я читала в интернете, руки мою там одним мылом, да, чтобы по запаху он мог понимать, что вот я одна, я там типа вреда ему не причиню и так далее. То в перчатках, то еще как-то. Но хомяк очень сильно боялся и кусался, причем кусался очень больно даже через перчатки. Не подпускал меня к себе, был очень злой, постоянно меня боялся. Мне сказали, что это был хомяк-мальчик. Ну и в итоге мама подумала, что у меня аллергия, хомяк какой-то бешеный, меня к себе не подпускает, кусается, бегает по клетке или вообще типа не активничает. Но, как оказалось, я отдала этого хомяка за 50 рублей своей подружке, расплакалась и через три дня узнаю, что этот хомяк, а точнее уже не хомяк, а хомячиха, рожает трех маленьких хомячат. Вот такая вот чудесная история, ребятки. Я думала, что это хомяк-мальчик, мне его продали в зоом-магазине. Значит, вот эти вот люди, которые ухаживают за хомяками, даже не обратили внимания до того, что именно этот хомяк оказался беременным, ребят. И родились еще три маленьких хомячонка. Я тогда так обзавидовалась подруге, что просто не подождала еще буквально несколько дней. И тогда бы у меня было еще очень много хомячков. Но в любом случае, я почитала в интернете, что некоторые мамы хомяки, когда рожают, они могут и съесть своих детей. Там, ну вообще, там в животном мире все так запутано, странно. А я вот этого всего боюсь, как бы не воспринимаю. Поэтому я подумала, ну и ладно, хорошо, что эти хомяки у моей подруги. Ну и, соответственно, вот, после таких неудачных разов, так сказать, я решила все-таки не заводить больше никаких питомцев. У нас еще с Полинкой были черепашки. Но мама их без нашего ведома просто отдала обратно в зоомагазин, потому что подумала, что все лучше нам без черепах и так далее. Ну и сейчас, в принципе, у меня очень много дел, очень много съемок. И я думала, что я не готова буду, да, вот к такому вот пополнению. Но так получилось, сейчас я просто очень хорошо, качественно ухаживаю за хомячком. Из дома я уехала на время, ну, с тиктокерами сейчас вот я занимаюсь уходом за хомячком. Постоянно у меня тоже какие-то съемки и дела. Полина иногда присматривает за хомячком. Я хочу поменять имя Шанель у этой девочки-хомячихи на что-то такое, что связано именно с ее побегом. Какая-то, возможно, быстрая, резкая, что-нибудь такое прикольное. Давайте, ребятки, вы мне попишите идею в комментариях, как можно назвать хомячиху, связанную, да, вот с ее побегом, там, возможно, что-то такое. И я выберу имя, и вы его сможете посмотреть у меня в Инстаграме. Я создам отдельное актуальное с моим хомячком. И я буду выкладывать все, что связано с уходом и так далее туда. Поэтому подписывайтесь. Ник вы сейчас видите на своих экранах. В моем Инстаграме уже стукнуло 2 миллиона подписчиков. За это я вам хочу сказать огромное спасибо, потому что, ну, ребят, мы семья. Спасибо вам большое. Для меня это неимоверно большое число. 2 миллиона подписчиков в Инстаграме. Спасибо вам большое за то, что вы у меня есть. Вы самые лучшие, самые крутые, самые безбашенные просто. Там много конкурсов, очень много всего интересного, поэтому подписывайтесь. Так вот, ребятки, настало время вам показать клетку вообще самого хомяка. Я вам рассказала все истории. Давайте я достану клетку, но хомяка я, наверное, тревожить не буду. Я отдельно его подсниму, и поверх вы сможете на него посмотреть. Я вам, наверное, уже его показывала. Или вы его видели в Инстаграме моей сестры. К слову о том, какая клетка у твоего хомяка. Ребят, клетка очень большая. Хомячочек там сидит. Я его немножечко потревожу. Он, наверное, сейчас вылезет, и если вылезет, то я вам его покажу. Такая вот там прелесть маленькая сидит. Господи, как я обожаю хомяков. Тут есть, короче, колесико, кормушка, домик, откуда хомячок сейчас выглядывает, и я вам его подсниму. Второй этаж, водичка. Давайте я поставлю клетку на стул. И покажу вам сейчас, отсоединю эту всю прелесть. Видео быстро превращается во влоговый формат. Итак, я открою, давайте, быстренько клетку и покажу вам моего джунгарика. Вот такая вот прелесть, знакомьтесь. Имя я пока не придумала, но это беглец. Тот самый беглец, который две недели прожил на даче. Который сейчас хочет вылезти из клетки. Вот такая вот прелесть. Я вам покажу клетку внутри. Видите, ребятки, тут есть горка. Тут есть специальная такая штучка, труба, по которой хомяк может лазить и, соответственно, кушать эту же самую трубу. Там всякий корм, домик маленький. Под домиком, соответственно, песочек, где хомячок может купаться. Ну и очень много всяких интересностей. Клетка такая вот достаточно интересная. Хомячочек там сидит, прячется. Господи, вы посмотрите на эту мордочку, ребят. Я так обожаю хомяков, вы просто представить себе не можете. Какие же они хорошие. Мой беглец, мой самый любимый беглец. Девочка, которая выжила тупо две недели на даче. В общем, вот такая вот там мордочка трочит в клетке, которая сейчас хочет вылезти. Я не знаю вообще снимать, не снимать, ребят. Ну просто знаете, что я очень счастлива. И сейчас у меня есть вот такой вот хорошенький, миленький хомячочек, который там прячется. Сейчас я быстренько закрою клетку и покажу вам ящик с моим хомяком. В общем, такая вот клетка. И сейчас я вам быстренько покажу ящик, где лежит все для моего хомячка. Вот так вот открываем. Тут у меня опилочки, запасные домики. Не знаю, зачем они мне нужны. Большое количество корма, песочек, всякие лакомства. Все, что в общем нужно для хомячка у меня лежит тут. И скоро тут будет пополнение, потому что я хочу купить еще очень много всяких удовольствий. Ну так вот, хомячок, конечно, любит побуянить ночью, бегает по колесику, постоянно шумит, но, ребят, от него не воняет. Все хомячки очень миленькие, очень хорошенькие, но очень жалко, что живут, конечно, не так много и живут вообще не сто лет. Я дико обожаю животных, и все ваши советы по поводу джунгариков принимаются ниже в комментариях. По поводу сирийских хомячков, потому что у Полины сирийские тоже принимаются. Я поделилась с вами своей вот такой вот мини-историей. Прямо сейчас, вот пока я болтаю поверх, вы видите еще, как у меня хомячок бегает, веселится, чтобы вы его побольше разглядели. Ну и вообще, в свой инстаграмник, вы сейчас видите на своих экранах, я тоже буду выкладывать своего хомячка, поэтому обязательно подписывайтесь, там очень много всего интересного. Ну а я с вами прощаюсь, жду ваши идеи по поводу имени девочки-хомячихи. Ниже в комментариях все ваши имена принимаются, и в инстаграме скоро вы сможете узнать, как я назвала своего хомячка. Для меня это, конечно, был шок, когда я нашла хомяка, но все равно это круто, не представляю, что бы могло быть, и даже думать об этом не хочу. Если бы все-таки хомяк в этот день не нашелся, потому что на утро мы хотели уже уезжать, причем уезжать на несколько дней. Ну, в общем, с вами была Карина, я уверена, вы все тоже в шоке, точно так же, как и я. Подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали. Ну а я рада, что теперь у меня есть тоже хомяк. С вами была Карина, и всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!